Всем добрый день, доброго благословенного утра, и пусть Господь сейчас все, что приготовил на этот день, не удержит в своих руках. Вы знаете, Он дал некоторые свои принципы, которыми нам можно руководствоваться. Например, я изолью воды на жаждущее, потоки на иссохшее. И если мы с вами начинаем понимать, что нам чего-то где-то недостает, то умножать жажду в этом направлении, потому что как результат на эту жажду придет ответ. А если мы начинаем просто теребить кого-то и говорить, мне нужно вот это или это, но не умножаем подлинную природу почвы, на которую приходит дождь, то мы можем долго тратить время не туда, истощаться. Но тогда, когда мы начинаем понимать, что Божьи принципы, они для нашего блага открываются Богом, чтобы мы знали, как мы можем к Нему подходить. Либо еще один принцип – без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. И когда мы с вами начинаем думать, у меня же есть вера, я же верю, что Бог есть, а то, что Он воздает, как Он это делает, почему Он воздает, кому воздает, и тут начинается уже игра мыслей. А вдруг Он лицеприятен, вот просто кого-то Он возлюбил, кого-то возненавидел, и нам кажется, ну, есть же такое местописание. Да, друзья, но это местописание исходит из того, что Бог смотрел на жизнь человека с высоты, а не с позиции того же Исава и Иакова, а с высоты на весь жизненный путь этих людей. И потому Он отреагировал на неправильный выбор Исава. Когда Он пренебрег первородством, Бог это видел, прежде чем это произойдет, потому что Он не программировал Исава, но Он знал, что Тот так поступит. Соответственно, когда мы с вами начинаем эти вещи понимать, то наша мотивация, наше сердце, оно на самом деле начинает звать к Богу и понимать, что мне важно веровать, что Он есть, ищущим воздает. Но хочу сказать, друзья, что кто-то скажет, у меня есть вера, но на самом деле есть вера слабая, есть вера сильная. И как мы это можем определить? Вера сильная – это вера настойчивая, это вера, которая не отступает. И поэтому, если у тебя есть вопросы, которые не решены, то ты просто говори, Господь, я жду, и я сейчас прошу у Тебя жажды, чтобы мне прийти к полноте Твоего проливного дождя в мою жизнь и быть готовым этот дождь принять. И на сегодняшний день мы рассматриваем пока что Иава, который действует так, как действует, и стоит там у жертвенника, думая, что вот этой настойчивостью он сейчас что-то изменит в своей судьбе. Но это уже жатва, и он пришел к ней, и поэтому в данный момент уже мало что можно изменить. Царь сказал ему, сделай, как он сказал. Как часто это бывает в нашей жизни. Потому что Бог говорит, будет вам, что вы скажете. Нам кажется, как я сюда попал. Друзья, просверьте свою риторику. О чем вы говорили вчера, о чем вы говорили год назад. Вы входите в результат того, что сказали. И потому тот говорит, я здесь умру у жертвенника. И царь говорит, сделай, как он сказал. И умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Авом, с меня, из дома отца моего. Поэтому, если в нашей жизни есть что-то невинно пролитое, я не в буквальном смысле, хотя, может быть, для кого-то и в буквальном, но если есть то, когда несправедливость, она была произведена тобой или кем-то в твоем окружении, то вообще-то Господь желает нам дать милость, и она превозносится над судом. Но все надо осознать. Осознать и прийти с пониманием вопроса и с покаянием. Что мы сейчас и сделаем? Господь, я хочу помолиться вместе со всеми, кто нас смотрит, слушает, и кто будет когда-то это делать. Благослови Твоей милостью в том, чтобы снять вину, если есть невинно пролитая кровь. Если есть невинно совершенные какие-то события против слабых, против незначительных людей, прости, Господи, очисти и освяти нас от этих последствий. Сохрани нас, Боже, чтобы не войти в ту жатву, которая будет болезненной и тяжелой. Поэтому я верю, что Ты любящий миловать и спасать. Я верю, что Ты, Бог, человеколюбивый и многомилостивый и долготерпеливый. Так Ты о себе сказал сам. И поэтому, доверяя Твоему слову, мы принимаем сейчас от Тебя решения тех вопросов, которые по-человечески могут быть неизбежной жатвой. Но Ты защити нас и сохрани по богатству имени Твоего и заветных отношений. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»